Всем привет! Меня зовут Кирилл Рыбасов, я президент компании Мультифинанс. В этом видео я хочу рассказать про один из очень мощных плюсов внедрения CRM-системы в ваш бизнес. Это увеличение количества постоянных клиентов, постоянных-лояльных клиентов. Ну, смотрите, бизнес может генерить очень большое количество новых клиентов, но совсем не факт, что эти клиенты будут совершать у вас повторные продажи. А что такое повторные продажи? Повторные продажи – это продукты, которые вы продаете без расходов на рекламу. И, следовательно, это очень выгодно и очень интересно. Плюсов от постоянных клиентов очень-очень много. Наверное, для этого я запишу отдельное видео. Но именно сейчас я хочу рассказать о том, как с помощью CRM-системы как раз-таки этих лояльных клиентов и создавать. Ну, смотрите, лояльный клиент – это клиент, который покупает у вас много разных продуктов и еще плюс рекомендует вас своим друзьям и знакомым. Если вы обычно купили, то есть если вы обычно продали без CRM-системы, продали какому-то клиенту страховку, ОСАГО, КАСКО, то вы обычно всегда ждете, когда же клиент самостоятельно с вами свяжется и закажет у вас что-нибудь еще. Если он у вас не заказывает, если он куда-то пропал, вы, в принципе, это отследить не можете и не отслеживаете. Ну, пропал и пропал. Вы даже немножко можете на клиента обидеться, подумать, а, изменил мне, куда-то ушел к другой страховой компании, к другому страховому агенту, ну и пусть он мне такой клиент не нужен, я себе найду другого. На самом деле, если вы внедряете CRM-систему, таких вещей можно избежать, точнее, такие ситуации можно отслеживать. Каким образом? CRM-системы, нормальные CRM-системы, хорошие, умеют отслеживать клиентов, которые давно вас не покупали. Ну, допустим, вот в страховании у нас понятно, да, в страховании все понятно, очень легко отследить, когда человек у нас будет покупать. То есть, мы ему продали в первый год, ОСАГО заканчивается через год, нам нужно ему через год с ним связаться. Но год – это очень большой срок, да, очень большой срок. Поэтому нам, естественно, нужно поставить какие-то дополнительные, какие-то дополнительные дедлайны по времени продажи, чтобы клиент у нас что-то еще купил. Ну, допустим, в Петербурге мы продаем зеленые карты, да, мы привлекли клиента на ОСАГО, он у нас покупает ОСАГО, машина, в принципе, у него не русская, да, иностранная, на ней можно поехать за границу, и финны там, или латыши, эстонцы, кто там у нас еще есть на границе, они пропустят. И поэтому нужно задать себе вопрос, а почему человек у нас не покупает, почему человек у нас не покупает еще и зеленые карты. Естественно, мы в CRM-системе можем себе запланировать специальный звонок, специальное касание клиента и пообщаться с ним по этому поводу. Понятно, что может быть такая ситуация, клиент вообще не ездит за границу, да. А если ездит, то тогда мы можем придумать с ним, когда в следующий раз мы свяжемся, или что нам нужно, какие контакты ему дать для того, чтобы он купил именно у нас. Кроме того, кросселить мы можем, например, страхование туристов. Опять же, если вы проанализируете своих друзей, знакомых, то очень много людей ездят отдыхать за границу. Сейчас там в последние 2000, может быть, там 5-й, 2015-2016 год не так интенсивно, потому что были проблемы с курсом. Но сейчас все больше и больше людей ездит опять за границу. Этот продукт при выезде для многих, соответственно, опять же, стал обязательным. И, следовательно, очень прекрасный продукт для кросселлинга. Поэтому и его тоже можно запланировать в CRM-системе. Она, соответственно, как дополнительный звонок, как дополнительный разговор с клиентом. То есть, когда у нас создается сделка по ОСАГО, и CRM-система понимает, что это новый клиент, она автоматически может создать несколько звонков в течение года. Вы там тоже можете для себя придумать, как и когда вы будете звонить. И будут, соответственно, определенные касания с клиентом. То есть, вы запланируете себе касание по зеленой карте, касание по ВЗР, касание можете по имуществу тоже сделать, касание, если у вас ОСАГО, автомобиль дорогой, и сразу, если честно, разработать такой продукт, как каска. То есть, задача в течение года у нас в страховании, чтобы из нового клиента превратить его в постоянного, нам нужно касаться. То есть, большая очень вероятность, что, конечно, он пролонгирует у нас ОСАГО через год. Но по версии моего очень хорошего друга, Баба Кайвази, не знаю, где он это взял, для того, чтобы клиент стал лояльным, постоянным, он должен купить у нас три продукта. Он у нас должен быть три продукта. Я же считаю, что если клиент у нас делает пролонгацию на следующий год, то есть, он купил у нас первый раз и делает пролонгацию на следующий год, и никуда не пропадает, его уже можно считать постоянным клиентом. Но, опять же, если мы в течение года не сделаем дополнительных касаний с клиентом, то как раз-таки вероятность пролонгации сильно снижается. Почему? Потому что, например, этот же обязательный продукт, он очень стандартизированный, и мотивации покупать именно у нас, кроме как устойчиво выработанная привычка, у клиента вообще большой нет. Ну, понятно, там можно придумать разные скидки, разные преференции, разные бонусы и так далее, и так далее. Но так, по-хорошему, если мы отнесемся к продаже ОСАГО, то клиент, если вспомнит о том, что у него заканчивается полис ОСАГО и будет проходить мимо офиса, то он может быстренько заскочить и купить там, а не купить и у нас, и он не будет понимать, что он делает что-то неправильное и так далее, и так далее. Поэтому, конечно же, нам нужно поддерживать дружеские отношения с клиентом, то есть превращать этих клиентов в своих друзей. Если мы с людьми, со своими друзьями в течение года или там многих лет не общаемся, то какие они нам вообще друзья, да? Может быть, просто там знакомые и там могут числиться в списке наших друзей ВКонтакте, да? На самом деле, если не взаимодействовать никак со своими друзьями, не друзья, то же самое и с клиентами. Если мы с ними не взаимодействуем, то то, что они у нас когда-то что-то купили, это совсем не означает, что они будут покупать у нас в будущем. И поэтому нам вот такие системы касаний нужно делать. Но это касание, которое вы можете сделать именно относительно продукта. Но вы можете клиента поздравить с 23 февраля, если это женщина с 8 марта, с Новым годом, я не знаю, там с Масленицей, с какими-то другими религиозными праздниками. Но здесь с праздниками-то полегче надо, потому что вы никогда не знаете, мусульманин православный или католик и так далее, и так далее. Но вообще, то есть праздники вы можете включить. Опять же, когда вы страхуете человека, у вас есть информация про его день рождения. Можно позвонить, запланировать звонок, поздравить человека с день рождения, какой-нибудь бонус, подарочек, какую-нибудь плюшечку сделать ему. Ему это все понравится. То есть такие касания обязательно нужно планировать. Плюс, если вы получите e-mail клиента, можно ему запланировать какую-то капельную рассылку, то есть имеется систему писем, которые опять тоже будут касаться этого клиента и напоминать ему о вас. Таких фишек на самом деле очень много можно сделать. Сейчас некоторые CRM-системы дошли до того, что если вдруг, например, ваш клиент самостоятельно заходит на сайт, заходит на сайт и просто что-то интересуется, то эта информация попадает в CRM-систему, в CRM-систему вашего менеджера, менеджера, который персонально ответственный за этого клиента, и он может опять же клиенту позвонить и сказать, чем я могу вам помочь. То есть понятно, что в этой ситуации, конечно, клиент, когда он заходит на наш сайт, он помнит про нас, все в порядке и он чем-то интересуется. Но дабы докрутить, дабы все равно сделать ему вторую продажу, то желательно вот такой инструмент тоже иметь. Что еще у нас интересненького можно внедрить для того, чтобы превратить новых клиентов в постоянных клиентов? Ну, в принципе, наверное, это основные вещи, да, основные вещи, то есть основная задача – это запланировать системно в CRM-системе дополнительные звонки, дополнительные касания с клиентом, потому что касания могут быть по электронной почте, смс, мессенджеры и так далее, для того, чтобы первое – это напомнить о себе, чтобы клиент про нас не забывал, ну и, естественно, перейти к следующему шагу, а это застраховать второй и третий продукт, потому что когда мы застрахуем третий, то вероятность того, что клиент станет нашим лояльным постоянным, по версии баба Каева Зи, становится уже 100%. Поэтому, друзья, если вы хотите внедрить такую систему, если вы хотите запустить в своем бизнесе CRM-ку, которая будет превращать ваших новых клиентов в постоянных, ниже этого видео можете найти ссылочку, и приходите на мой, соответственно, на мой бесплатный тренинг пятидневный, на котором мы эти вещи будем много обсуждать и, естественно, все это внедрять. И смотрите, что еще хотел бы сказать. Можете, да, можете, соответственно, перейти по ссылочке, еще одна ссылочка будет рядом с этим видео, и можете получить дополнительные материалы, дополнительные материалы по этой теме, но уже за деньги. Меня зовут Кирилл Рыбасов, всем удачи, счастливо, пока-пока.